Смотрите, они еще свирепее стали. А им же насрать на эту метель. Она наоборот им только на руку, на лапу. Синхай! С вами Юджин и сегодня мы с вами продолжаем играть в длинную утку. И у нас тут маячит перед нами вот этот новый режим какой-то, новый эпизод. Все, короче, мы просрали все. Ну потому что мы проходим в своем собственном темпе. Наша задача покинуть общественный клуб. То бишь свалить с глаз долой и не жрать еду, да? Не истощать запасы. Я наконец-таки прочитал ваши комментарии. Вы говорите, что если я буду всегда оставаться сытым, то у меня будет бонус к выносливости. Давайте попробуем это сделать. Что я имею в виду? Держать сытость вот прям на самом возможном минимуме. То есть где-то в районе жуткого голода. О, посмотрите, как плохо нам. У нас глаза очень сильно болят, хотят спать. В таком случае, баиньки. Погодьте, а давайте посмотрим в холодильник, прежде чем ляжем спать. Зачем я вот в этот шкафчик. И вот если бы немножко позаимствуем, все-таки как-никак я принес. Нет! А я такие не даю, они бы прям по рукам вот так бьют. Нет, не трогай, блин. У-у-у, не трогай. Ничего не могу взять. Ну, сто панов могу положить, да? Ну-ка, давайте. Конечно, передать-то мы можем. Ненавижу вас, люди. Ненавижу. Харкало в душу каждому. Приятно съесть все. Я не знаю, как мы будем поддерживать жуткий голод в таких условиях. Ну, давайте. Часов так на десять приляжем. Кто-то посреди ночи идет на кухню, чтобы попить. А Евгений встает посреди ночи, ставит кастрюлю, кипятит в воду, чтобы попить. Ух, задуло, слышите? Не думал, что мне так трудно дастся первое задание на сегодня. Это покинуть этот общественный клуб. Вон дверь. А я все никак не могу это сделать. Я вот думаю, зачем я таскаю вот это все? Все, я решил больше не таскать лишний шмот, который я не ношу. Давайте-ка заштопаем наши обосранные подштанечки. О, уже светло стало. Итак, нам точно нужны высушенные... Что это? Это нет. Вот, оленя шкура, высушенные кишки. Сколько они весят? Мало весят. Поэтому заберем. Чего у нас по воде? Литр шестьдесят. Нам, в принципе, хватит надолго. А вот еды совсем мало. Плохо дело. Давайте еще все факелы с собой возьмем. Недурно, всего на пять килограмм перевешены. Полностью отдохнули. Идем. Звонок! Звонок? Телефон! Телефон! Телефон? Кто это? Кто эта тварь это? Здравствуйте, Моля. Не люблю быть настолько предсказуемой. Ну, мне тут больше никто не звонит. Я хочу кое-что знать. Почему ты так усердно помогал этим незнакомцам? Они бы сделали для тебя то же самое? Понятия не имею. Думаю, вряд ли. Ты наверняка работаешь сутками напролет. Задницу рвешь, чтобы помочь людям. Роды принимаешь, диагнозы ставишь. Или чем-то там занимаешься. Думаешь, они тебя ценят? Не уверена. Но я не ради этого стараюсь. Ты не ищешь признания, потому что его не будет. К чему вы клоните? Я тоже могла стать кем-то. Кем-то большим, чем просто женой фермера. Кем-то большим, чем просто дочерь скотовода. Уверена, что это так, Молли. Не надо надминного тона. Я могла бы стать кем-то. Но я позволила ему остановить меня. Я решила оставаться жалкой, чтобы он чувствовал себя кем-то. Я дала ему все, но была для него никем. Я позволила сделать себя жалкой, ничтожной. Что с ним случилось, Молли? Ты не поймешь. Он причинил вам боль. Вы убили его? Причинить боль можно разными способами. Некоторые раны можно исцелить, но не все. И я уже сказала, что его убили волки. Ладно, я звонила тебе по другой причине. Что вы хотели мне сказать, Молли? Старая радиовышка. На вершине холма, смотрящего на мою ферму. Самую вышку можно увидеть с крыльца. Вряд ли ты ее починишь, но там есть рация, с помощью которой можно связаться с неотступными мельницами. Возможно, ты поможешь тебе найти твоего мужчину. Ту таинственную штуку. Рация? Но почему вы не сказали мне раньше? Реально, мы были там, прямо возле нее. Ну, я не знала, что затея сработает. А еще, одно здесь бывает одиноко. И мне было приятно с тобой поболтать. Конечно. Волки, волки убили его. Мой бы волчица, что проснулась внутри тебя. Что-то, тут кажется, мы все уже прошарили. Ну, все, прощайте, друзья, прощайте. Не, друзья, я вас ненавижу всех. Пошли в жопу. О, господи. Хотел сказать всем напоследок, горите в аду, но в аду, походу, я оказался. Значит, смотрите, у нас, нам туда нужно, как раз через бункер пройдем. Это же все, прям знак свыше. Спасибо, господи. Никто не будет гореть в аду. Надеюсь, я дойду. У меня осталось всего два стебелька. Давайте их применим. Один стебелек в ротик, а другой за щеку. Про запас. Полное говно. Я ничего не вижу, я не знаю, есть ли его... Твою мать. Очень холодно, разведи огонь, да посильнее. Да какое ты об огне сейчас думаешь? А это было всегда? Да этого не было же. Быстрее, быстрее, быстрее. Господи, как холодно. Да, я согласен. Это все пустое, Евгений. Просто иди дальше. Мы не сможем предугадать, где волки. Риск переохлаждения. Слышите? Вот они, уже здесь. Как страшно. Как страшно, блин, зажигай. А, засы. Так, блин, я засал. Сколько их? Раз, два, три, четыре, пять. Я тоже думаю о выпивке сейчас, Астрид. Потому что я на нервах. Посмотрите, они еще свирепее стали. А им же насрать на эту метель. Она наоборот, им только на руку, на лапу. Какой-то крутой у нас факел. Ты прекрасно работаешь. Никто не смеет подходить к Астрид сзади. Вы не позволите, волки, на секундочку мне взглянуть на карту? Вот нам еще полпути. Хороший песик. Пошел. Нет. Черт. Меня не косануло, но порвал мне трусы. Ботинки Астрид разрушены. Ее босиком идут? Так, уже вход в ферму виден. Все, уходим в лес. Тимофеевка. Погодите, волки, погодите. Я должен собрать, это моя традиция. Тихо, 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 тихо. Не подходите. Вот, спасибо. Главное собрать. Побежала, побежала. Сейчас закончится. Следующий. Встреткрывай. Все, идем прямо спиной к бункеру. Он где-то здесь. Я вижу его. Сосите болт, волки. А я такие, ну все, она уже открывает. Она коснулась. Мы не будем рычать даже. Персики. И вот теперь мы поедим с вами, друзья. Так, 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 так. Энергетик, хорошо. Ой, как много всего. Как же мне нравится. Доходите, еду, блин. Давайте нажремся прям по максимуму. Арахисовые пасты. Злаковый батончик. Местная легенда. Большая рыба. Ну-ка, прочесть текст. Дети, играющие у философского пруда, называют его Большой Эдди. Он съест сколько угодно хлеба, мяса и другой еды, которую бросит ему в воду в надежде выманить эту громадную рыбу на поверхность. Разумеется, дети не были бы детьми, не будь они столь сильно увлечены этим существом. Они могли часами сидеть на берегу, ожидая, что оно наконец покажется. Остальные вели себя куда более сдержанно и предпочитали оставить рыбу в покое. Есть ли правда в этой истории? Этого никто не знает. Окей, давайте откроем решетку. Че тут у нас? Опа, Джоплин, часть вторая. Все эти землетрясения, знак. Старый мир вокруг меня рушится. Нужно идти. Нельзя сидеть на одном месте. Нужно уходить, подняться выше. Куда-нибудь к открытому небу. Дальше леса, повыше. Вот уроды просто, взяли и открыли бункер здесь. Зачем мне идти туда, уже в эту сторону? А вот здесь байки прямо рядом с рыбой. Нет, я пока не пойду, я лучше сюда пойду. А если нужно будет вернуться сюда, то пойдем вот этим путем. Заодно и черный камень посмотрим. Клевое будет путешествие, я уверен. Канистра с горючим, нужна она мне или нет? Блин, что я спрашиваю? Евгений спрашивает, нужна ли мне канистра с горючим. Конечно, нужна. Так, 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 сигнали ракеты. Патроны целых две пачки. Новый рыбацкий свитер. Это поношенные шерстяные кольцованы. Смотрите, я уже жестко перевешен. Давайте посмотрим, что у нас там. Ой, блин, все намокло. Придется здесь провести какое-то время. Погреться у костра. Все, это балаклаву бросить. А вот что касается свитера. Посмотрите, какой классный. Этот бросаем, одеваем, носить. Смотрите, это стопроцентная и один всего лишь градус. А это не стопроцентная и почти один. Давайте ее починим. Носить, а вот эту бросить. Можно здесь разжечь? Нельзя здесь разжечь костер. Мне даже не дадут просохнуть, вы представляете? Слушайте, а что если мы сейчас с себя все снимем? Мы в носках, пипец. А ботинки все, конец. Давайте на кожу их соберем. Мы в носках, пипец. Пип-пип-пипец. Пипец. Пипец. А ботинки все, конец. Конец. Пипец. 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 Ты в носках, пипец. Ты в носках, пипец. Ты в носках, пипец. 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 Пропорцентный все, конец. 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 Пипец. Офигеть, у нас нету запасной обуви. Вот, как знал, Евгений себе изменил. Решил выбросить лишнюю обувь, а надо было оставить. Офигеть, в такую вьюгу в носках ходить Это же просто жесть Будет ли сушиться что-нибудь Намокло на 49 Если я чуть-чуть постою Часик Изменится ли показатель? Намокло на 23, да Это улучшается параметр Так что нам нужно просто теперь поспать И спать придется реально всю ночь Так что давайте на 8 часов Настало следующее утро И знаете, что меня удручает? Слышите этот звук? Метель не прекратилась до сих пор Это что, какой-то скрипт? Мы, видимо, должны в метель добраться до вышки Все просохло зато Ух, 4 ипо У нас есть риск растяжения Как его вылечить? Лишний груз Вы что, издеваетесь? Я не могу этого сделать Тем более, что у нас есть лишнего? Очень много топлива Но это нужно Не понимаю, что съедает мой вес? Что это за арахисовая паста, которая весит полкилограмма? Вы что, угораете? Просто полкило банка арахисовой пасты Давайте съедим Вот, смотрите, я сожрал и теперь могу бегать Арахисовая паста, получается, вот что мне мешало жить Так, найдем ли мы? Ладно, я погорячился, хорошо, все, 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 убедили Бросаем канистру Твою мать Мне, чтобы забраться туда, нужно обойти скалу Смотрите, какая удача И у меня, кстати, довольно-таки много энергии Так что мы можем это сделать Мы можем это провернуть У нас получится рюкзак слишком тяжелый Не получится у нас Только не растяжение Пожалуйста Сейчас мы обойдем, все будет хорошо Вот на... Боль запястья Болезнь под названием боль Бинтик всего лишь нужен Бинтик у меня есть Что-то я не узнаю эту местность Она как-то по-другому стала выглядеть Но мы идем правильно, судя по всему Ой-ой-ой-ой-ой, вообще неправильно Нам надо еще выше А осилим ли мы еще выше? Так, хорошо, здесь мы забрались Слушайте, ну это белиссимо Мы просто взяли и пришли А вот и радиовышка Значит, не все потеряно Скорее внутрь Дядя мертвый Снова тела Моли У него ничего нет Очень надеюсь, что рация не подведет В этой долине вообще мало что работает Так, здесь очень плохо все видно Давайте возьмем спичку Вы видите кассета? Так, сигнальные ракетки Металлическая... А, это просто металлическая... Блин, обидно Я думаю, можно будет прослушать Я не знаю, как они так сделали Но я вот сколько раз уже был на этой вышке И все равно я так радуюсь, когда рыскаю эти места Надеюсь, чуть-чуть найти новенькое Горючее, вот, например Пулька И записка Запись жителя от родной долины, часть третья Это случилось во время снежной бури Поэтому мы так и не узнаем Какого черта там произошло Известно лишь одно От шоссе мы теперь отрезаны Тысяча тонн камней отделяют нас От остальной части великого медведя Землетрясение Забрать этот текст Окей, финальный осмотр Фонарик! У меня не было фонарика Он у Маккензи был Так что это крута находка Я по большей части времени не смогу им пользоваться Но просто хочу, чтобы у меня тоже был фонарик Как у Маккензи Такая же клевая, как у Маккензи Поэтому все Все, хорошо, давайте заюзаем радио Рация не работает Я впустую потратила время Нужно немного поспать А затем отправиться к шахте Которой говорил отец Том Пришло время попрощаться с отродной долиной Все, нам получается обратно Теперь нужно идти Вы издеваетесь, да? Опа Опа Рация работает Черт, ну почему Мне ничего не... На связи Неотступная мельница Эй На связи Эй Кто-нибудь меня слышит? Это неотступная мельница Вы меня слышите? Нам нужна помощь У нас тут ситуация с карантином Эй Маккензи Что еще за карантин? Маккензи, это ты? У вас есть доктор? Нам нужен врач Медицинская помощь Хоть что-нибудь Черт Мы здесь застряли Ты жив Черт побери, Маккензи Ты жив И ты идешь к неотступным мельницам Я должна туда добраться И сейчас мы пойдем Вот сейчас Когда Молли Задолбала Должна быть Это реакция На огни в небе Что случилось, Молли? У нас с тобой много общего Да ты задолбала С чего это вдруг? Мы обе бросили своих мужиков Обе любим одиночество Обе скрываемся от прошлого Я... Я не знаю, о чем вы говорите Еще как знаешь Понимаешь, я не убивала его Но я хотела Много раз Просто смелости не хватило И пусть порой меня тошнило от него Но было хотя бы не так одиноко Одиночество куда хуже Так я себе говорила Я вас не осуждаю, Молли Я не убивала его Но он погиб из-за меня Я смотрела, как его окружали волки Я знала, что будет И у меня было ружье Я могла помочь ему Молли Время словно замедлилось Как на балете Они были такие Тихие И уверенные Как будто знали, чем все закончатся А я просто стояла, как вкопанная Он крикнул Велел мне стрелять Но я Не смогла Волки окружили его Они набросились на него Словно стихия Молли Зачем вы мне это рассказываете Потому что хочу, чтобы кто-нибудь знал О чем Потому что ты сумасшедшая О том, что я ни о чем не жалею Ни капельки Заключенный снаружи Со стрелами в спине Тоже ваша работа? Да Они все поплатятся, Астрид Кто они? Да все они Мы прозябали в тени Нас не замечали Невидимки, на которых им было плевать Слишком долго Хватит Не думаю, что месть поможет, Молли Может и нет Но пока меня и это устроит Короче Эта баба с ума сошла Вы не слушаете ее Я понимаю, о чем она говорит Приятно? Окей Она Береги себя, докторша Сдохни, Молли Скажи мне еще кое-что Твой пилот Тот, кого ты бросила Он из хороших парней? Да Но у нас сложные отношения Скажем так Я бы не хотела найти его мертвым Со стрелой в спине Тогда надеюсь, что никогда его не встречу Было приятно поговорить с тобой, Астрид Какое-то время я не чувствовала себя одинокой Надеюсь, ты найдешь то, что ищешь Надеюсь, ты поможешь тем людям В неотступных мельницах И найдешь покой Спасибо, Молли Надеюсь, вы тоже обретете покой А ты заслуживаешь, чтобы волки тебя наградили покоем Типа, ты прозябала в тени своего мужчины И поэтому он заслужил смерти Ты решила быть женой фермера И он поэтому заслужил смерти Классная логика Мне нравится Вы хотите, чтобы я вышел из этого убежища? Не знаю Я предполагаю, что мне лучше все-таки лечь поспать На верхних нарах, конечно же Опа, как светло Офигенно И слышите? О боже мой, неужели нету снега? Неужели нет метели? Ах, ну туманно Сейчас нам нужно проделать вот такенный путь И дойти до шахты Это будет задача на сегодня Вот в такой вот скорости я буду идти Восемь гребаных часов спустя Мы добрались до пруда Как называется? Волшебный пруд Вот здесь есть беседка, мы ее осмотрим Но попозже Сейчас мы должны выяснить, есть ли тут рыба И есть ли тут тимофеевка Ох, есть тимофеевка Самое мое любимое блюдо Деликатес просто Когда я вернусь в цивилизацию Я открою ресторан с тимофеевками Будет называться у тимофея Это будет сеть Знаете, как фастфудная сеть Там будет у тимофея авто То есть ты сможешь подъехать на машине И взять себе хрустящую тимофеевку А я думаю, что на этой карте я уже все тимофеевки выжрал Оказывается, тут еще просто непаханное поле Так, открываем эту беседку Спальный мешок новый Алисиновая вода Еще удочка Ах, хорошо Разжечь огонь Вот, час 13 краски уголь пригодился Сейчас мы должны с вами поймать эту самую рыбу Чем лучше разбить лед? Наверное, гвоздодером Я не почитал, там, наверное, было написано, чем лучше разбивать Дырка Есть Мы полчаса ее долбили Ну а давайте порыбачим Есть Какой большой окунь 15 килограммов весит Цель выполнена Я не могу Я на никакую скорость иду Сожру его прям вот как есть Ах, суши Я съел его Я его даже съесть полностью не могу Я его отхавал просто чуть-чуть Твою мать Какой тяжелый окунь Олень? Евгений, это я Олень из будущего Пришел предупредить тебя, что ты поймаешь большого окуня Ты ведь понимаешь, что я вышел оттуда, потому что рыбалка состоялась Ах, опять опоздал Олень из будущего Опять опоздал Стоп, я знаю, как надо сделать Кинься, бросись И пошли Вот Ах, ты сволочь Я не понял, что игроки вроде меня будут хитрить и пытаться идти быстрее с рыбой Блин, ну как-то обидно за рыбу Хорошо, пусть она здесь лежит, как доказательство, что она существует Знаете, не такая уж она и большая У нас и так еды больше, чем мы могли себе представить И я, в принципе, просто попробовал рыбу Кстати, оказывается, можно есть сырой И никаких заболеваний, только растяжение Растяжение чего? Пузо, наверное, моего Естественно, 15-килограммовая рыба А вот Тимофеевка, всегда ей найдется место у меня в кармане Ну всегда прям Еще бы, мне же нужно брать стебли, чтобы потом выращивать Все-таки у Тимофея это бизнес, который принесет мне огромные бабки Тимофеевка луговая Готовится по старинному рецепту Юджина А именно, никакого рецепта Потому что нет смысла готовить то, что и так уже совершенно Положите Тимофеевку на язык Положите ее под язык Жуйте слева, жуйте справа Всегда в ее вкусе вы будете находить нечто новое Приходите к нам кушать ее на завтрак Заезжайте на автомобиле Заезжайте на автомобиле прямо внутрь ресторана Съешьте Тимофеевку И запейте ее энергетиком У вас сразу прибавится энергия, чтобы есть еще больше Тимофеевки Ты где-то мой энергетик? Вкуснейший, лучший, самый в мире Смотрите, как хорошо бежится Как свободно Опять жуть Очень неприятно Если бы в реальности такое услышать, я бы испугался очень сильно Знаете что, у меня есть прекрасное ружье Я думаю, мы сейчас разберемся с нашими гостями Давай, аккуратненько, медленно, торопись, астрит Заряжай Подохло Не подохло, но подохнет скоро Оп Эй, не трогай Испугался Это самое главное Главное, нагнать страху Смотрите, какой терминаторский, блин, волк Кто? А Черт, лодыжка Вот это плохо Плохо У меня потеря крови Эй Что-то моя атака провалилась Волки, нечестно Нечестно меня окружать, пока я не чувствуюсь Бегут, бегут внутренне Сдохло Чувствую себя довольным Я показал им, наконец-таки Столько они меня мучили Я дал отпор достойный А все потому, что все это время я был на энергетиках Я был неадекватный Давайте отправляться в путь Прощание сатранной долины Завершите все невыполненные задания и поручения Прежде чем исследовать шахту Вы не сможете вернуться назад Все, это конец Это конец эпизода Ну что, гоу? Мы все завершили Выглядит паршиво Нет, прекрасно все выглядит Мы же здесь были, Астри Ты просто не знаешь этого Я помню, даже рисовал карту Но я не знаю, где она сейчас По-моему, даже помню, хранил этот листочек, где я рисовал карту Долгое время Но теперь я его посеял, короче Я не смогу узнать глубину Посмотрим, насколько глубока кроличья нора, да? Да это я хотела? Это отсылка была Иди вперед, смело, иди вперед Мама! Вот оно как Макгензи будет спасать Астрид из завала Чего я сижу так улыбаясь? А, вот почему мы не можем вернуться Потому что нас отрезало Нет Астрид сама себя спасет Так, кости не сломаны Дышать могу Электричество работает Мне нужно было фонари взять Блин, зря я его выкинул Возможно, я смогу поползти По музыке что-то стремновато немножко было По атмосфере стремновато Локата совсем по-другому теперь выглядит Избегайте поражения электрическим током Давайте возьмем один красный факел Он как раз таки дольше работает, чем синий Быстрый, быстрый, быстрый Надеюсь, я правильно иду Вот, мы куда-то вышли. Здесь вагонетка стоит и здесь лифт. Похоже, отсюда можно выбраться только на этом лифте. Можно еще дальше идти. А может быть, на лифты не нужно было идти, потому что посмотрите, как много локаций здесь. Включаем фонарь. Что, давайте сюда, что ли, пойдем? У, стоп, это болторез. Как раз-таки мы же видели ворота, через которые невозможно пройти. Вот они. Я смогу это прорезать? Да! Окей, и все, тупик. Я не верю, что болторез чисто для этого здесь положен. Должно быть что-то более значимое. Ну или нет, или вот, ну и все. Абсолютно все осмотрели. Вы слышите, как у меня голос чуть понизился? Это потому, что я не хочу соседей разбудить. Нет, это потому, что я чувствую, что как будто бы это конец. Что здесь мы с вами прощаемся с Астрид. Мы проходили этот эпизод два года. То есть я на два года, получается, практически на два года забросил Лонгдарк. Блин, вы не представляете, как это звучит много, но для меня это вот так прошло. Вот прям настолько быстро. Как будто я вчера вот играл Лонгдарк тогда, в восемнадцатом году, в девятнадцатом. И просто какая-то жесть, почему так время быстро идет. Давайте, пойдемте на лифт. Куда на лифт-то? Найдите способ починить лифт. Так, хорошо. Вот, обыщите блок предохранителей. Ага, сгоревший предохранитель. Нам нужна замена. Надо просто найти такой же, блин. Чего я сразу не увидел это. Ну, по логике, болторез должен был мне открыть как раз-таки путь к этому новому предохранителю. Он где-то здесь, нахуй. Вот он. Все. Ну что, заменяем? Заменяем. Блин, скажите, что это все. Лифт, кажется, работает. Он работает. Блин, еще не работает. Почему? Потому что нужно еще один предохранитель. Ну, твою же налево. Блин, как здесь много этих сраных предохранителей. Блин, я был во всех этих местах, приходится их снова обходить. Бесит. Получается, игра хочет, чтобы я забрал все крутые предохранители и переставил их в другое место. По идее, мы должны вот здесь заменить. И как раз-таки, да, второй нужно заменить еще. Вот, видите, уже там фонарики загорелись, по-моему, раньше этого не было. И вот здесь еще заменить. Да, это последний щиток. Используйте лифт. Есть! Ну, понеслась. Ну, что будет сейчас? Ну, что будет сейчас? О, мы продолжаем играть. Это вообще новая пещера. Моя карта бы старая здесь не помогла. А вот и выход. Наконец-то. Выход. Наконец-то. Она именно это и сказала. Так, ну, если нас продолжают, видите, затаривать ресурсами, то, видимо, игра еще не закончена. Я промечу, подумал, что это конец эпизода. А, нам же еще Маккензи надо идти спасать. Точно. Возможно, сейчас будет городский шоссе. Ботинки приличные. Все повязка, все взяли. Мы даже не отдохнувшие. И причем, прикол, здесь нельзя отдохнуть в шахте. Так, покинуть шахту. Покинуть шахту. Кацена! Ой, как красиво. Какого черта? Это должно быть прибрежное шоссе, но это совсем не то. Это касатки дохлые. Они что-то поменяли в картах? Это не прибрежное шоссе. Мир меняется. Уже изменился. Сияние. Погода. Звери. Словно сама мать природы вопит от боли. Или она предупреждает нас о том, что будет впереди. Такие, как Молли. Отец Том и выжившие после крушения. Люди, брошенные на произвол судьбы. Пережившие травму. Полную надежд и потерявшие их. Что с ними сделает этот новый мир? Ожесточит? Или сломает? Ну, судя по Молли, ожесточил. Очень сильно. Не уверена, что смогу им помочь. И не хочу знать, что меня ждет там, куда я направляюсь. Но одно я знаю точно. Маккензи жив. И он направляется в неотступные мельницы. А это значит, что я должна добраться туда, пока не поздно. Да, это конец. Не уверена, что смогу остановить эту тьму. Но будь я проклят, если я так просто сдамся без боя. Да, Астрид. Да, Астрид. Красиво. Смотрите, конец эпизода. Все. Мы можем сразу перейти к тебе... Извините, я пропустил титры. Я не знал. Я проверяю всегда, когда титры идут, что можно нажать. Здесь нажать можно было и скейк. Короче, нас ждет теперь встреча с Маккензи. С нашим старым другом, с которым вы столько всего уже прошли вместе. И мне не терпится убедить, что же нам преподнесет четвертый эпизод. Если вам тоже, то поставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте во все мои соцсети. Ссылка будет в описании. Огромное всем спасибо, друзья, что смотрели, что были со мной на протяжении стольких лет. С Лонг Дарком и со всеми другими играми. Это правда. Может быть, это не кажется так, но я благодарен вам. Я благодарен вам. Я благодарен вообще судьбе за то, что вот так все сложилось. Это прекрасное путешествие. Лучшее, что могло случиться в моей жизни, наверное. Всем спасибо, Лан, сейчас расплачивайся, надо быстрее сваливать. Всем пять. Вы готовы? Раз, два, три и пять.